Официальные партнеры программы «Новости дня» – сеть магазинов «Синар», компания «Оптика ССЭК», компания «Линия неба». Конец рабочей недели, 4 октября на календаре. Чем запомнится этот день? Здравствуйте! Это «Новости дня» в прямом эфире. Сначала коротко о главном. Хотелось бы поднять проблему трудовых кадров, что необходимо взаимодействие подрядных организаторов. Новые кадры и новые километры. Дорожной отрасли Бурятии исполнилось 100 лет. Передача молодому поколению исторической правды героического прошлого нашего народа. Потомки должны знать о битве на Холхенголе. В честь годовщины победы организовали круглый стол. На рынке экспорта я уже 13 лет работаю, поэтому это, наверное, экономерно, что мы наращиваем обороты. Выход за пределы Бурятии в республике определили лучших экспортеров года. Сейчас, если мы посадим эти деревья, будет очень хорошее настроение для наших жильцов. За озеленение взялись ветераны. Где зацветет рябиновый сад? Российские военные освободили угледар в Донецкой Народной Республике. В Минобороны отметили решительные действия вооруженных сил. Решающую роль в этом сыграли танкисты группировки «Войск Восток», где служат ребята из Бурятии. А 37-я мотострелковая бригада 36-й армии штурмом выдавила противника. Ранее украинская сторона признала отступление из города, который является важным опорным пунктом ВСУ. Его освобождение также обезопасит жителей ДНР от обстрелов. Всю правду о битве на реке Холхингол должны знать потомки, считают в Народном Хурале. К юбилею победы советско-монгольских войск состоялся международный круглый стол. Гости из Монголии, политики, ученые и студенты обсудили события 85-летней давности и вопросы исторической памяти. Что стало итогом мероприятия, узнаете в следующем сюжете. Идея проведения мероприятия принадлежит представителям Молодежной палаты Народного Хурала. В рамках круглого стола были организованы выставки из экспонатов Мемориального музея маршала Советского Союза Георгия Жукова в Улан-Баторе, Государственного архива Бурятии и артефактов непосредственно с места битвы. Мы наблюдаем попытки некоторых деструктивных сил, попытки фальсификации нашей общей истории. И, конечно, это недопустимо. И наиболее актуальными и важными вопросами является передача молодому поколению исторической правды героического прошлого нашего народа. Мы придаем этому большое значение как в геополитическом, политическом, так же и в культурном, соседском таком отношении именно с монголами и соседями. Сегодня мы их встречаем, сегодня присутствует у нас генеральный консул в Монголии, госпожа Немсеренг, фасол культуры. В рамках круглого стола свои доклады представили кандидаты исторических наук и студенты БГУ. Хотелось бы отметить, что сегодня будут очень интересные темы подняты, какие именно были подвиги, совершенные в период битвы на Холхенголе, и насколько актуальна сейчас эта тема. И хотелось бы отметить, что мы таким образом вносим вклад в развитие наших международных отношений с Монголией и Россией. Школьникам важно рассказывать о том, в чем состоит значимость этого события. Потому что, проводя уроки, мы сталкивались с тем, что многие школьники даже не знают, кто такой Георгий Константинович Жуков. И этот проект очень хороший подспорье для того, чтобы наладить патриотическое воспитание нашей молодежи. По итогам работы круглого стола принята резолюция о продолжении международного сотрудничества, проведении спортивных и культурных соревнований между Монголией и Бурятией в рамках мероприятий, посвященных памятной дате. А представители молодежной палаты народного хурала предложили написать потомкам письмо и заложить его в капсуле времени в одном из памятных мест сражений на реке Холхенгол в Монголии. Олеся Цыкина, Новости дня. Зарплаты бюджетников в следующем году могут вырасти на 13%. Речь идет о работниках учреждений здравоохранения, образования, культуры, науки и социального обеспечения населения. В 2025-м их заработные платы должны повысить на 13%, в 2026-м на 10%, а в 2027-м на 8%. Эта мера необходима для сохранения соотношения средней оплаты Турдора, исходя из указов президента страны. Серьезные суммы в Улан-Удэ уходят на дороги. 97 километров трассы должны были отремонтировать в этом году. Укладываются ли специалисты в срок и какие проблемы в дорожной отрасли требуют срочного решения, узнаете далее. Круглый стол под председательством Александра Гаге, министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, прошел в правительстве Бурятии. Совещание приурочено к столетию дорожной отрасли и республики. Подняты вопросы именно проблематики дорожной отрасли, которая у нас на сегодняшний день присутствует. Это будет у нас один из пунктов нашей повестки. Это открытый диалог с подрядными организациями, с пользователями дорог. Конечно же, хотелось бы услышать от подрядных организаций наилучшие практики и от заказчиков. Наилучшие практики, которые у нас были применены непосредственно при строительстве и ремонте дорог. На дискуссионной площадке обсуждали вопросы текущего состояния и дальнейшего развития дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения, а также проблему дефицита трудовых кадров. В рамках Круглого стола хотелось бы поднять проблему трудовых кадров, что необходимо взаимодействие подрядных организаций, среднеспециальных, высших учебных заведений, ну и, конечно, заказчиков всех уровней. Дорожники планируют отремонтировать в этом году 97 километров региональных дорог. В этом году у нас планом предусмотрено 97 километров ввода, ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог, ну и в том числе у нас также ремонт мостовых наших сооружений, в том числе предусмотрено в этом году. И на сегодняшний день порядка 90, ну уже ближе к 89% выполнений на сегодняшний день. По объектам у нас запланировано планы работы. Ну и нажимаем побыстрее закончить к дню дорожника. Отметим, что мероприятие проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», которая решает в первую очередь проблему ремонта и реконструкции дорог местного значения. Степан Столбовский, Валентина Цибикова, Дорожичий Допов, Новости дня. В Бурятии выбрали лучших экспортеров года, а также наградили участников 9-го Восточного экономического форума и выставки улица Дальнего Востока. Наш павильон произвел фурор среди гостей мероприятия во Владивостоке. Тему продолжит мой коллега. Мероприятия начали с подведения итогов работы и обсуждения вопросов по улучшению инвестиционного климата в Бурятии и росту экспорта. Все условия, которые создаются на территории, территория бежащего развития, свободный порт Владивосток, все преференции, которые имеют предприниматели в зоне общественного Востока, в том числе и в Бурятии, мы сегодня увидели награждение экспортеров. Это как раз говорит о том, что все те меры на этом работают. С каждым годом растет количество участников в конкурсе названия лучшего экспортера Бурятии. В этом году подали 63 заявки от 27 организаций. Так, победителем номинации лучший экспортер готовой продукции стал предприниматель Дмитрий Грудинин. Он занимается производством и продажей натуральной жевательной резинки и смолы и лиственницы. Нашей компании уже 12 лет, мы как бы развиваемся давно, стараемся идти только вперед и вперед. Отдельно, конечно, хотелось сказать, государственная организация, это центр поддержки экспорта, Руслан Юрьевич, как бы директор, который является, вот они нам максимально помогли, различные выставки, бизнес-миссии, также размещение на интернет-площадках B2B позволило нам как бы это сделать и победить. Почетное второе место в номинации «Прорыв года» присудили Анне Долгоровой. Предприниматель занимается экспортом товаров в Монголию. На рынке экспорта я уже 13 лет работаю, поэтому, ну, это, наверное, закономерно, да, что мы наращиваем обороты. И с помощью центра экспорта я хотела выразить благодарность, что они тоже помогают нам находить новых клиентов, обучают. Последние три года у нас обороты растут каждый год, ну, на 50% я могу сказать смело. Наградами отметили и участников Восточного экономического форума и выставки улица Дальнего Востока. Мы впервые поехали, группа 17 человек, очень успешно выступали. Наш павильон Бурятия был самый востребованный, ходили, значит, в основном к нам, потому что у нас было очень весело, очень насыщенная программа была. Весь день работали наши артисты, и Байкал, и Забава, и Нукеры. Наши просто в восторге, ну, вообще, от атмосферы, от того, что происходило там. Люди были довольны, люди увидели культуру Бурятии, разнообразную культуру. Отмечу, конкурс проводится с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Одна из его целей – создать условия для развития бизнеса и роста экспорта. Андрей Слепнев, Валентина Цибикова, Доржичий Допов, Новости дня. Прямо сейчас небольшой перерыв, скоро вернемся, и вот о чем расскажем во второй части выпуска. Сейчас, если мы посадим эти деревья, будет очень хорошее настроение для наших жильцов. За озеленение взялись ветераны, где зацветет рябиновый сад. Я с трех лет знала, что я буду музыкой заниматься. Я чувствовала такой момент, что музыка в моей душе поет. Когда день учителя – семейное торжество? В преддверии профессионального праздника расскажем о династиях педагогов. В сети магазинов «Сенар» новое поступление коллекции «Осень-зима». Стильные и качественные вещи как для мужчин, так и для женщин. Спеши в «Сенар» – обнови свой гардероб. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас, бесплатно, по предварительной записи. Ваша оптика ССЭК. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. В прямом эфире «Новости дня» продолжим. Сто саженцев рябины появилось на территории пансионата для пожилых людей. Участие в посадках приняли члены Совета ветеранов Бурятии. Почему решили озеленить именно это место, расскажем в нашем следующем сюжете. Ветераны Бурятии принимают участие в посадках уже три года. До этого они сажали сосны в парке имени Жанаева и Заиграевском районе. А в этом году решили украсить территорию пансионата для пожилых людей «Нарата». Мы, когда открывали это здание, мы посмотрели, что здесь недостаточно озеленительная территория. И мы решили, что в этом году мы обязательно примем участие в озеленении и создании благоприятных условий для проживающих в этом пансионате. Поэтому наши ветераны, как всегда, очень активно бросили клич, и они сегодня вот здесь активно приехали. Ветеранам помогали дети из реабилитационного центра «Светлой». Большой дружной компанией они высадили 100 саженцев. В такой местности расположено это учреждение, кругом лес, как говорится. И здесь сейчас, если мы посадим эти деревья, будет очень хорошее настроение для наших жильцов будущих и настоящих. Это дело очень благородное. Я думаю, через несколько лет будет здесь свести сад и радовать наших пенсионеров, заслуженных, которые тут живут. Надеемся, что через пару лет, благодаря ветеранам, постояльцы пансионата «Нарата» смогут прогуливаться и наслаждаться разговорами теплыми летними вечерами в настоящем саду. Андрей Слепнев, Дрожичий Допов. Новости дня. Они сеют разумное, доброе, вечное знание. В преддверии Дня Учителя, который ежегодно отмечают 5 октября, мы решили познакомить вас с теми, кто каждый день обучает и воспитывает молодое поколение с династиями педагогов. Сарюхан и Баира Гармаевых объединила любовь к творчеству. Супруги уже 25 лет идут вместе по жизни. Они выбрали одну профессию – работать преподавателями в детской художественной школе. Мы познакомились с ГАКи, Академией культуры и искусства. Там вдвоем учились, заканчивали. Баир Владимирович переводился, год один на один учился у нас в институте. И как раз в это время я училась во втором курсе, в Баир Владимирович пятом курсе. Там в библиотеке познакомились. Ну и после этого начали вместе общаться, рисовать друг другу, помогать. И с небольших разговоров, общения, тут у нас началась наша совместная жизнь. Профессия педагога для Гармаевых – это очень ответственное дело. Ведь учитель не просто передает информацию, а помогает ученикам раскрыть их потенциал, дает поддержку и наставляет на верный путь. После института я сразу стала преподавать. Преподавала сразу же в этом же у себя в институте, ювелирные дела, ребятам преподавала один год. Понравилось, поняла. Кроме того, что понравилось, поняла, насколько это серьезные дела, насколько ответственно надо отнестись к этому, разобраться, понять и потом передать то, что ты поняла. Мы как проводники, получается, как проводники, и передаем уже молодому поколению свои знания, стараемся передавать правильно. А это семья музыкальных педагогов. Мама с дочерью обучают детей игре на инструментах в школе искусств. Любовь к творчеству в их семье передается из поколения в поколение. Мой папа играл на скрипке в оркестре. Мама тоже у меня играла на фортепиано, когда я в младших классах занималась на фортепиано, она мне компонировала. Я с трех лет знала, что я буду музыкой заниматься. Я чувствовала такой момент, что музыка в моей душе поет. И потом я узнала, спустя лет 30, я узнала, что Цоя однажды сказала, что в моей душе звучат барабаны. И ему говорят, что я с детства это знала. То есть у меня было то же самое. По мнению Ольги, учитель – это одна из значимых профессий, ведь педагог прививает детям правильные ценности, закладывает в них не только знания, но и вдохновение, мотивацию на саморазвитие. Что делает педагог? Это как тренер, он заставляет делать то, что ты не хочешь, чтобы сделать тебя таким, как ты хочешь. И вот это нужно, конечно, к этому нужен подход. Это очень сложно. Это как спорт, музыка, только покалечиться невозможно. Это вырабатывает силу характера, силу воли. Уже в субботу педагоги и другие работники сферы образования будут праздновать День учителя. Традиционно его отмечают 5 октября по всему миру. В эти дни проводятся концерты и торжественные мероприятия. Икатина Лестратова, Валентина Цибикова, Даржин Чайдопов. Новости дня. Празднуют и врачи. Вековой юбилей отмечает флагман бурятского здравоохранения. 100 лет Республиканская клиническая больница имени Симашко лечит и спасает жизни людей. Сегодня в составе больницы более 50 подразделений. И более 20 тысяч человек ежегодно получают в стационаре медпомощь. Половина из них – жители районов республики. Самое главное достояние, дорогое достояние Республиканской больницы – это сплоченный, дружный, ответственный, высокопрофессиональный коллектив врачей, медицинских сестер, целомедицинских работников, сотрудников, которые ежедневно своим трудом улучшают здоровье нашего населения и работают на благополучии нашего населения. В юбилейный день чествовали и награждали лучших сотрудников РКБ. Работникам больницы вручали почетные грамоты федерального и республиканского уровней. Вручили медали и знаки отличия. Практически двухтысячный коллектив республиканской больницы тоже все время на страже здоровья развивает высокотехнологичную медицинскую помощь. Постоянно сегодня в круглосуточном режиме оказывает помощь пациентам самого сложного профиля в болезни системы кровообращения, травматологическим пациентам, помогает участникам специальной военной операции. Мы, конечно, уверены, что республиканская больница – это флагман здравоохранения. И мы будем и были, и будем оказывать медицинскую помощь на должном уровне. Мы будем внедрять новые технологии, мы будем стремиться развиваться, мы будем стремиться идти только вперед. В республиканской больнице за год проводят более 13 тысяч операций и около 120 тысяч консультаций. За каждой цифрой история спасенной человеческой жизни. Если спас чью-то жизнь, то день прожит не зря. Получаешь какое-то удовлетворение, что ты кому-то нужен. Ты нужен этому миру. Какая-то уверенность в том, что дети смотрят на тебя, также будут продолжать твой путь и гордиться. Впереди у РКБ большие проекты по улучшению качества медицинской деятельности и благоприятных условий для лечения пациентов. Олеся Цыкина, Доржичий Топов. Новости дня. Московских режиссеров вдохновила бурятская земля настолько, что они сняли фильм по мотивам национальных сказок и легенд. Слезы дракона, они же коралловые бусы. Картину покажут во всех кинотеатрах России. Вся красота Бурятии в картине московских режиссеров. В нашей республике состоялось важное событие – премьера художественного фильма «Слезы дракона». В основу легли любимые с детства произведения «Мудрая ночь», «Меткая стрела», «Злая шаманка». Пламенный дракон пришел в ярость. Подъезжали люди от дракона. Не было поздно. Московский режиссер Татьяна Мирошник впервые побывала в нашей республике в 2020 году и полюбила ее с первого взгляда. Я приехала сюда и снимала здесь документальный фильм «Дети Бурятии». Влюбилась в республику, решила приехать и снимать игровое кино по мотивам бурятских сказок и легенд. Члены съемочной группы восхитились пейзажами нашей Бурятии. Удивительной красоты горы и степи, широкие реки и могучий Байкал. Часть съемок проходила на побережье Священного озера от Горячинска до полуострова Святой Нос. Кастинг длился более полугода. В нем приняли участие почти полторы тысячи человек. Изначально фильм хотели назвать «Коралловые бусы», но позже переименовали. Потому что в основе лежит легенда возникновений Байкала. И однажды одна девочка пожалела дракона, и он заплакал. И эти слезы его превращались в коралловые бусы. Мы проехали по всей Бурятии. У нас было 12 человек, которые посетили все районы. И искали актеров тоже по всем районам. Погода – это самая большая трудность. Она нам все время готовила сюрпризы. Ну и вообще, конечно, это сложно костюмированное, сложное постановочное историческое кино. Состоявшаяся премьера привлекла внимание не только к самому фильму, но и к богатому культурному наследию республики. Во-первых, она обратилась в своем фильме к бурятским сказкам, к бурятским легендам. Она вынесла наше наследие, наследие нашей культуры на фильм. И этот фильм будет прокатываться по всей России, но мы будем надеяться по всему миру. Я очень рада, что этот фильм в прошлом году получил субсидию из республиканского бюджета на Кеннери Бейт. Мы благодаря этому фильму смогли создать систему кинорибейта, когда к нам приезжают кинорежиссеры, кинопродюсеры снимать фильмы и могут возместить себе часть расходов, потраченных именно в республике Бурятия. По словам режиссера, в широкий прокат они выпустят фильм только в следующем году. Точная дата пока неизвестна. Первые зрители увидели картину в рамках конкурсной программы кинофестивалей «Свидание с Россией в Бурятии» и «Хрустальный нерпенок». Юлия Пермякова, Олеся Спиридонова, Жаргал Сарендашиев. Новости дня. В Бурятии проходит всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Сергея Замбалова. Увидеть схватки лучших борцов воочию можно будет завтра, 5 октября, в физкультурно-спортивном комплексе. В состязаниях участвуют юноши 2009 и 2011 годов рождения. Турнир посвящен памяти обладателя Кубка мира, призера чемпионата мира и Европы, чемпиона СССР и Японии, заслуженного мастера спорта и работника физической культуры Бурятии Сергея Замбалова. Соревнования пройдут во второй раз. За первое место юным борцам будет присуждаться звание кандидат в мастера спорта. Данный возраст – это наш ближайший спортивный резерв. Приедут около 300 спортсменов из регионов России. В настоящее время подтвердились наши соседи – это Забайкальский край, Иркутская область, Республика Саха-Якутия, Республика Тыва. Также мы ожидаем наших гостей из Кемеровской области, Сахалинской области, Красноярского края. Юношеская борьба развивается в Бурятии большими темпами. Серьезную конкуренцию на турнире нашим ребятам должны составить спортсмены из Иркутской области. Забайкальский край традиционно тоже, имеющий два интерната, две школы-интерната, всегда подготовлены, есть чемпионы международных соревнований, поэтому приходите, будет очень зрелищно, поддержите своих юношей. Финальные поединки и награждения пройдет 5 октября с 14.45 до 16.00. Приходите в ФСК и поддержите спортсменов. Андрей Слепнев, Жаргал Церендашиев, Новости дня. Наш эфир продолжит свежий выпуск программы «Пульс столицы». Чем живет город и как он преображается, рассказывает мой коллега Баир Цедыпов. В этой серии вы узнаете о стихийном рынке на элеваторе, дорожном мусоре на газонах и тротуарах и ремонтных работах ТЭЦ, которые никак не закончатся. Смотрите сегодня в 20.10, сразу после новостей. Остается напомнить главные темы дня. Новые кадры и новые километры. Дорожной отрасли Бурятии исполнилось 100 лет. Потомки должны знать о битве на Холхенголе. В честь годовщины победы организовали круглый стол. За озеленение взялись ветераны, где зацветет рябиновый сад. В эти выходные развернется народная ярмарка. В субботу местные производители представят свою продукцию в парке имени Жанаева. Там устроят концерт. А в воскресенье полуфабрикаты, мед и молочную продукцию можно будет приобрести в парке имени Орешкова. Там будут работать аниматоры, а всех гостей угостят кексом. На этом у меня все. Больше новостей найдете в наших соцсетях и телеграм-канале. В студии для вас работала Елена Краснопеева. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных и добрых вам новостей. В сети магазинов Синар. Новое поступление коллекции «Осень-зима». Стильные и качественные вещи как для мужчин, так и для женщин. Спеши в Синар. Обнови свой гардероб. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. По предварительной записи. Ваша оптика СССР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова